Достаточно такая хорошая эмоциональная игра получилась. У Полтавы это первое выездное поражение, поэтому мы знали, что команда организованная, дисциплинированная, достаточно уверенно на выезде играет, поэтому настраивались, но то, чтобы, естественно, в домашних стенах порадовать зрителей, взять три очка. И у Полтавы кадровые проблемы, и у нас кадровых проблем предостаточно. Ну, те люди, которые вышли, я думаю, что они сыграли не хуже, я думаю, чем основные наши игроки, которые играли. Поэтому я благодарен ребятам. Первый тайм немножко нервозно, особенно на наши болезни, на стандарты в наши ворота. Мы не можем никак справиться, ну и получили этот мяч. То есть мы не забиваем, мы получаем. А так, во втором тайме создали достаточное количество моментов. Но опять-таки реализация, мяч по ленточке катится, мы не можем его забить. Ну, а ребятам я благодарен, что они и второй круг начали с победы. Вот, как-то так. Получается, что сегодня играли без нападающих. То есть, что случилось с Александровым? У нас утром довольны Моисенко на стреле. Ну, Александров два дня назад начали пахи у него болеть, поэтому он не смог сыграть. Ну, Алеша у нас боец, который на всех местах играет. Универсальный солдат. Ну, он играл на этом месте нападающего и в национальной сборной, и юношеской, я имею в виду. Ну, и как бы нам его давали, как мы его брали, вернее, как и нападающего. Поэтому он вспомнил свои навыки и достаточно крепко потерзал защитника. Когда команда осталась в большинстве, то есть, особо они вообще подсели на свои ворота, то есть, можно сказать, что не привыкли играть, когда на одном больше футболиста? Да нет, почему? Что вам ответить на это? Ну, это же не хоккей, что в десятером, это же не маленькая площадка, что там пять против четырех и начинают раскатывать. Ну, это футбол, то есть, в десятером люди выигрывают, в десятером выигрывают. Ну, поэтому, как настраиваться, так и... Ну, нам удалось забить, и опять-таки, у нас удаление очередное, непонятное. Берет рукой, играет в штрафной площадке, кому она надо, зачем. Так что...